Особое мнение на 101FM Создание бывает такое. К сожалению, в Кирове все сложнее и сложнее. Транспортные ситуации, зато рубри, аварии и гололед, кстати говоря, многим водителям мешает. Я Анна Лапшина, слушателей, приветствую. Напоминаю, что вы можете участвовать в нашей беседе с Мариной Сазонтовой, задавая вопросы через форму анонсов на нашем сайте. И там же на нашем сайте появляются аудио, видеозаписи, а иногда и расшифровки программы «Особое мнение», когда у нашей редакции хватает сил и времени на то, чтобы послушать те замечательные вещи, которые говорят наши гости. Ну, мы приступаем к работе. Я бы, Марина Сергеевна, во-первых, попросила вас прокомментировать вот какую историю. Знаю, что в четверг у нас будет более подробный по этому поводу эфир. Тем не менее, Вятский край накануне написал о том, что выселяют музей истории образования Кировской области из особнячка со львами на улице Московской на улицу Романа Ердякова. И, конечно, люди, которые собирали годами вот эти все экспонаты, в том числе там Анатолий Чурин, бывший многолетний руководитель нашей системы образования, он тоже переживает по этому поводу, потому что не очень понятно, во-первых, все это окажется в одном месте или нет, будет ли сделан какой-то ремонт. Вот людям, которые приходят в этот музей, далеко а то будет добираться до улицы Романа Ердякова, это все-таки не центр города, да? И еще не совсем понятно, как вообще можно это делать, если мы говорим о повышении престижа педагогических профессий и о том, что у нас в школах не хватает педагогов, и как-то надо вот это вот все развивать. Вот ваше мнение, пожалуйста. Вы знаете, ведь это же был объект, который объединял в себе и музей, и редакцию газеты «Ярасту», но еще педведомости их назвали, и это вот как бы комплексно было. Туда всегда приходили дети, которые интересовались, это неравнодушные дети, которые готовы были писать о своих учителях. В то же время они приходили в музей и видели, как сохраняется эта история, и вот это очень был хороший такой тандем. Я не знаю, многие ли и бывали в этом музее. Я знаю, что его очень ценил и Альберт Лиханов, потому что знание, так сказать, тепляшина, его учительница, да, премию, которую присваивается учителям начальных классов. Безусловно, вот если мы хотим отодвинуть историю и возможность вот так пообщаться, понимаете, вот сейчас заходит речь, вроде бы далеко я, да, говорю, в Лойно находится музей Конева. Кто туда попадает, значит, очень далеко немногие. Было желание там взять и перенести, например, дом, там оставить памятный и так далее, чтобы максимум людей. Но это отрыв от корней. Вот тут надо находить какой-то компромисс, предположим, да, потому что наша задача показать, где ближе, в принципе, так, картинку посмотреть. Ну, вот то, что мы уже здесь имеем, это находится в центре города, доступно для всех, со всех сторон, потому что это фактически район театральной площади или два квартала всего до улицы Ленина, где тоже очень удобно. Вот, понимаете, для бухгалтерии, ну, кто-то для себя там поближе, да, это служащие, которые приезжают, приехали и так далее. Ну, да, по информации, которая сейчас распространяется в социальных сетях, да, место займет бухгалтерия. Если министерство образования региональное. Даже официальное какое-то, да, если тем более региональное, да, поближе к себе, ну, не знаю, ребята. Вот в Москве, помните, даже речь заходила, не знаю, вот это была фейковая какая-то новость или еще, правительство вынести за пределы, да, вот они туда приехали, ни пробок не создают, они там работают. Ну, где-нибудь на окраине Москвы, да. Ну, вот так бы и региональное, так сказать, уехали бы они там где-то, да, и решали свои вопросы, а центр оставили все-таки для людей, для образовательных, для воспитательных целей, куда могут попадать максимум. Вот в связи с этим, конечно, у меня отношения, я не владею полной информацией, предположим, но меня, знаете, что настораживает? Когда была попытка, и, в общем-то, эти уже были предприняты меры, в городском клубе ветеранов музейную комнату, в которой собраны экспонаты, ну, где вот женский Сталин были, там штаб, да, во время гражданской войны, и затем собирали по всем дивизиям, которые формировались с Кировской, или в которых участвовали кировчане, по родам войск, по фронтам, по дивизиям, так сказать, вот сформированным, да, и участие которых принимали, и вдруг все это сказали, а давайте-ка убирайте там, что в подвал, что в соседнюю проходную комнату, и вот удалось отстоять, потому что, когда Елена Васильевна Ковалева приехала, она сказала, да, я поняла, в чем разница между советом ветеранов и клубом, потому что в клуб приходят люди для чего? пообщаться, там работает 16 коллективов, половина из них на общественных началах, но вот это желание вот так вот раз сломать то, что для тебя было, хорошо, что сейчас восстановили, но вот эти тенденции, вот понимаете как, а вот давайте-ка уберем, и пусть там у них места много, забывая, сколько коллективов, сколько людей туда приходит. Это мы сейчас говорим про городской клуб ветеранов, который напротив филармонии, вот там вот. Ставили памятник Дзержинскому, насколько я помню. Да, 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 да. Вот понимаете, и вот такое, когда вот очередной музей, давайте-ка его опять куда-то, я не могу проверить информацию, вот сейчас у меня не было. Но я надеюсь, что к четвергу мы соберем там, да, все стороны. Да, предположим, что вот к нам обращаются ветераны и говорят, вы знаете, что все советы районные ликвидируют, будет один городской, и куда-то его... Районные в районных области или районные в Кирове ликвидируют? Я про Киров только. Но это я слышала от людей, может быть, так сказать, или это не слухи или нет, но когда вот такая, вот вы мне сейчас про музей образования, я знаю про музей, вот эту историческую комнату, которая была есть в этом городском клубе ветеранов, мне вот непонятно эта ситуация. Ну вот кому не умется, ты создавай новое, такое, так сказать, чтобы это не нарушало созданное. Сегодня ведь беда в чем? Я занималась в Октябрьске, да, Совет ветеранов. У нас сегодня многие предприятия, извините, ликвидированы. Ветераны стали ничьи. Вы чье встречье, да? Вот там день пожилых людей, а мы вообще ничьи. Где-то они хоть в районных, вот так, где-то по месту, ну вот собирались. Собрать что-то на весь город. У нас, мне если не ошибаюсь, в городе, по-моему, 140 тысяч ветеранов. Ну, разных уровней, да, и разного возраста. Да, легко ли им будет, так сказать, только куда-то вот добираться, в Сфилеке, там, Гирсово, там, и так далее. Но у нас чистые пруды, ведь тоже там, так сказать, в разных местах. Поэтому нам нужно сначала очень хорошо подумать, и для чего депутаты. Вы изучите мнение, и не по команде чьей-то голосуйте. Марина Сергеевна, а это решение, оно через Думу проводится, вы сейчас говорите про депутатов? Вот это мы задаем вопрос, будет заниматься наш представитель, Алексей Владимирович Вотинцев, да, с Овечкиным. Они должны это выяснить, насколько... Алексей Вотинцев, он ведь, по-моему, заместитель председателя города. Нет, 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 это Востриков. А, всё, две фамилии одинаковые. Востриков, да, это брат нашего парашютиста, Слава Парашютизе Возенцева, да, Вохминцева. Вохминцев будет заниматься. Поручили ему этот вопрос задать, чтобы это был официальный ответ, не снимать. Вот меня всегда поражает, зачем порождать слухи? Кстати, Васильев, когда вот у нас 8 марта, по-моему, в 16-м году, я уж теперь там могу ошибиться, да, или в 17-м проводили, да, в 17-м, фестиваль, вернее, первый областной слёт журналистов. И задавали, ведь не я вопрос задала, говорит, как вы относитесь к тому, что вот какие-то слухи? И когда вот он сказал, что вроде нас не интересует, я считаю, это очень ошибочно. Правительство очень быстро должно реагировать, чтобы не позволять этим слухам разрастаться, а сразу, так сказать, обрубать вот им концы и говорить, как оно на самом деле. Потому что чем, когда молчат и не реагируют, всегда вызывает подозрение, значит, там что-то готовится, подковёрное и так далее. Поэтому вот те, кто хочет работать, открыто работать, гласно, они должны очень оперативно отслеживать информацию, которую, да, вброс ложный там и так далее, их сразу по хвостам рубить. А может и называть тех, кто для чего распространяется эта информация. А когда вот это замалчивание или делание вида, что ничего не происходит, ничего не меняется, вот это ошибка. То есть пока советами ветеранов непонятно ещё окончательно, будут ликвидированы или нет, но люди уже беспокоятся. Да. На районном уровне люди уже беспокоятся. Вы понимаете, для чего существует пресс-служба, правительство? Оперативно реагировать, да, чтобы достоверную информацию и не прождать, и не дать позволять таким слухам распространяться. Я думаю, что это даже, наверное, на уровне города, это не на уровне правительства областного. Нет? Ну, хорошо. Наверное, если одни молчат, должны другие подхватывать. Хорошо, вопрос мы зададим, да. Спасибо за сигнал Марине Сазонтовой, первому секретарю Кировского горкома КПРФ, в прошлом депутату Законодательного собрания и Городской думы. Небольшой перерыв у нас, и мы вернёмся. Особое мнение на 101FM Марина Сазонтова, в нашей студии напоминаем, мы продолжаем выслушивать её особые мнения, обращаемся к городским темам, ну, вот по поводу Совета ветеранов, конечно, да, мы выясним ещё. Портал свой Кировский и опубликовал достаточно большой материал со старта, так скажем, судебного процесса в Октябрьском районном суде. Участники организованной группы по обвинению предоставляли автотранспортному предприятию, АТП Кировскому, да, низкокачественное топливо. Но это громкая достаточно история. Сейчас, по версии следствия, говорится о том, что происходило это с августа 2014 по ноябрь 2016 года, и на скамье подсудимых пока три человека. Это замгендиректор АТП Анатолий Криволапов и топ-менеджер двух компаний поставщиков топлива Сергей Бушуев и Вадим Нелюбин. Ну, вот, собственно говоря, там описывается схема, да, и по поводу 2014 года, и по поводу 2015, каким образом предоставлялось это топливо и осуществлялись его закупки. Говорится о том, что более 20 миллионов рублей составила прибыль, так скажем, вот, обвиняемых, которые ушли в непонятном направлении, то есть закупали низкокачественное топливо, подровали, продавали подороже, ну, и вот, соответственно, разницу клали, как версия предполагает себе, как следствие предполагает себе в карман. И депутаты городской думы уже неоднократно задавали этот вопрос, и вновь им задаются. Действующий депутат, вот Денис Ерухин спрашивает, не очень понятно вообще, как это все происходило, то есть ощущение такое, что следствие полагает, замкин директора предприятия и два поставщика ввели в заблуждение руководство предприятия и более вышестоящие структуры, которые должны были деятельность этого предприятия контролировать, несмотря на то, что вроде как и общественники периодически возмущались всем происходящим и выкладывали сообщения в социальные сети, и тем не менее вот. Ну и вот Денис Ерухин подозревает, что не могло руководство предприятия не знать об этом, и городские власти тоже не могли о происходящем ВТП не знать. Как вы думаете, почему на скамье подсудимых только трое? Ну, я могу только как сказать о групповой ответственности, там возможно от количества участников, потому что если один человек там что-то совершил его наказать, остальные проходят порой с свидетелями, и тогда сроки, если по уголовному делу, они значительно ниже. И мы такие факты по Кировской области уже знаем, что один человек берет на себя, чтобы не получить не больше срок, ну, естественно, получить какую-то компенсацию за те моральные, будем говорить, негативные явления, да, ну, условия, в которых он окажется. Что касается АТП, я во всех вот этих материалах, ну, в материале там обратила внимание на такую фразу, водители неоднократно жаловались, потому что можно говорить о разном там топливе и так и прочее, да, но прежде всего тот, кто его эксплуатирует, он видит, что что-то не то, двигатель как-то не так, или там что-то происходит. И когда руководство, они жаловались на это, не обращая внимания, вот тут уже сразу вопрос возникает, а кто вдруг, значит, решил, что все это мелочи и пройдет, и так. Вот если по цепочке это говорить, то есть сигналы были, не просто там общественники, что вот там автобус идет, там дымит и так далее, это может техническая какая-то, да, там, поломка или там, будем говорить, обслуживание транспортного средства. Ну, у нее всех автобусов одновременно просто. Ну, они же по городу и разные едут, не каждый будет спрашивать, к какому АТП ты там относишься и так далее. У нас и частники еще части есть и так далее. Вот поэтому этот первый сигнал, который остается без реакции, безответно, он уже, простите, был сигналом, что-то не в порядке. Значит, есть служба обеспечения безопасности, это я пробежалась, прошу прощения. Вот, служба безопасности, не надо воды. Вторая цепочка идет, ее не реакция. Значит, здесь всегда сказать, письменного не было обращения, но письменное, значит, ты можешь и работы, или премии лишиться, вот они хотя бы сигналят. То есть не отработана система, это раз. И вот если бы я шла так по этой цепочке, до руководства 100%, вот на предприятиях за безопасность всегда отвечал главный инженер. Это руководство, естественно, предприятие, в случае что, первые шишки, так сказать, все спрос с него. Поэтому, если у нас, но это беда сегодня в нашем обществе, любой организации, более или менее, что вот эта связь нарушается. Один опасается сказать, потому что неприятную новость несешь, да, ему отсекают голову, как говорится. А второй, если он еще за это что-то получает, естественно, он будет молчать и перекрывать, значит, он уже совершает преступление. Так, эта цепочка... Марина Сергеевна, тут вопрос-то в другом. Могло ли вообще происходить то, что подразумевает следствие, сейчас следственные органы, там, тайна от генерального директора, например, предприятия, или от контролирующих органов, от депутатов городской думы? Вот это вообще реально, что у кого-то под носом тайна и нагло, в течение двух лет утаскивают миллионы рублей, да. Не хочется в это верить, конечно, чтобы никто не знал, какой же ты руководитель, если ты не знаешь, что у тебя происходит. Тем более, 23 миллиона рублей в течение двух лет. Ну, это, посчитайте, по 10 миллионов, да, так сказать, идет. Я не думаю, или руководитель, который не хотел это замечать, я могу только предполагать, это мое мнение. Конечно, конечно, это особое мнение. И мы просто помогали не замечать это благоденствие, которое, значит, вот иногда бывают номинальные руководители, у нас фирмочки создаются, да, там одни творят, а он там чуть и не бомжует. Я другой хотела вот вспомнить, это был 16-й год, когда на всю страну в системе ДСААФ вдруг запретили использовать бензин, который по оптовым ценам, я могу сейчас чуть-чуть там ошибиться, ну, в пределах 32 рублей стоил. 16-й год, ну, конец 15-го года. И вдруг приходит требование всем перейти на евро, там какой-то бензин, стоимость которого 108 рублей. Посадили все аэроклубы, потому что, извините, это совсем другие деньги, в три раза фактически больше стоимость, ну, с лишним, для того, чтобы самолеты взлетали. Хотя с тем бензином не было никаких проблем. Но на этом очень хорошо кто-то заработал, потому что это финский, там не говорили даже поставки и так далее. То есть на каждом этапе кто-то хочет вклиниться под благовидным предлогом с целью безопасности. И я когда прочитала, вот там евро, ну, вот начинаешь читать, у меня первая мысль мелькнула, думаю, может быть, кто-то пытается перевести, что это экологически безопасно и так далее, но он там дороже будет. Ну, это первая, как мысль была. А когда идет наоборот, менее качественно, естественно, да, у нас воздух замеряют и так далее. То есть показатели, выявления, почему два года потребовалось на то, чтобы понять, что и некачественное топливо, то есть несоответствующее для автотранспортного средства, экологии. Вот неужели нужно именно два года для того, чтобы понять, что что-то там неладно в нашем государстве, царстве? Ну, это, конечно, удивительно, да, что долго так думали и прочее, но вот не менее удивительно, что фактически получается на скамье подсудимых стрелочники, как у нас часто бывает, да. Ну, это мы с вами знаем уже. Испалмы, или простые. Да, я и говорю, что здесь все зависит, у нас по стране все эти примеры, когда даже на уровне... Да и в Кирове их достаточно. Где угодно, и, как сказать, Сердюковы там Васильевы, на которых, так сказать, все находится, да, по одному человеку, так сказать, уходит. Вот почему к нашему системе, то, что касается и исполнения законов, и правомерности вот всех действий, применения, да, вопросов очень много. И многим тем, кто работает в этой системе, бывает просто очень стыдно, если это порядочные люди. Марина Сазонтова в нашей студии, первый секретарь Кировского горкома КПРФ, в прошлом депутат Зак Собрания Городской Думы. У нас сейчас будет небольшая рекламная пауза, после вернемся и продолжим еще с несколькими темами. Особое мнение на 101FM. Продолжается программа «Особое мнение». Марина Сазонтова в нашей студии. Напоминаю тем, кто только к нам подключается, первый секретарь Кировского горкома КПРФ. Еще несколько городских тем, Марина Сергеевна, ну даже, я бы сказала, региональных и, может быть, даже федеральных. Возвращение победы авиакомпании в наш регион. Накануне вот рейс из Петербурга торжественно встречали. Сейчас идут переговоры с компанией. Каждый день будут летать в самолеты «Победы» в Москву. Два раза в неделю в Петербург. Пытаются договориться о том, чтобы в летнее расписание вклиниться. И «Победа» еще дала нам несколько рейсов на юг. Анапа, Симферополь. Вот туда вот. Ну и с другими авиакомпаниями ведутся переговоры. Большие надежды возлагают в Победилово на возвращение победы, на то, что вырастет пассажиропоток в следующем году до 200 тысяч человек. Это сумма, это количество, так сказать, людей называлось ранее как такая минимальная планка, которую должен преодолеть наш аэропорт, после чего он выйдет на самоокупаемость. Пока же аэропорт датируется. На последнем заседании ЗАГС-собрания на прошлой неделе было принято решение еще 30 миллионов рублей аэропорту дать. Всего, значит, в этом году получается уже 53 миллиона субсидий. И министра финансов Лариса Маковеева на вопрос Федора Сураева, депутата ЗАГС-собрания, о том, сколько же это будет продолжаться, да, вот валим и валим в Победилово деньги, сказала, что, в общем, аэропорт — это такая важная социальная история. И, наверное, да, вот надо продолжать это делать. И другие регионы делают то же самое. Ну, видимо, кроме тех, где аэропорты сами себя окупают. Вот вам как кажется, все-таки бюджет должен поддерживать предприятия подобного статуса, подобной формы, подобного рода занятий или нет? Этот вопрос ведь очень давний. Когда в законодательном собрании как раз приходилось курировать вопросы и транспортного сообщения, смена, будем говорить, вот руководителя аэропорта, и когда пришел второй человек... Это мы сейчас говорим про смену Андрея Чуга, Нажданова, да, по-моему? Нет? Да. Дело в том, что был разработан хороший план, бизнес-план. И на, по-моему, уже 19-й год они должны были выйти на полную самоокупаемость. Ведь туда, ну, не знаю, если могу ошибиться, где-то около миллиарда рублей вложено было за последние годы. Это вместе с федеральными деньгами на реконструкцию взлетно-посадочной полосы? Не только, потому что взлетные — это федеральные деньги, взлетно-посадочные, чтобы большие, так сказать, сюда могли туда приземляться воздушные. А вот использование, во-первых, прилет, то есть там багажное и так далее было очень много, и все это никак не двигалось. Со сменой руководителя, который действительно, мы увидели изменения, действительно пошел поток. Если я могу ошибиться, по-моему, до 160 тысяч в один год, в 16 или какой-то год достигало количество пассажиров, авиапассажиров. И были действительно перспективы. Кому потребовалось вдруг снимать человека, его убирать, кого-то садить и начинать заново изобретать велосипед? Вот здесь большой вопрос. Вот у нас есть желание, что-то новое, но ты умей, не разрушив то, что уже идет и движется, и, в общем-то, есть какие-то прогрессивные, уже финансовые, все эти потоки появляются, вдруг раз, и все это разрулить, и получить обратно, и начинать от, опять же, стартовой, так сказать, идти и тихонько говорить. То есть мы потеряли два года, вы об этом сейчас говорите, да? Фактически, конечно. С уходом победы, вот этими двумя годами, пока ее не было, мы два года потеряли. И замены руководителя, победы, победы, но тут ведь выстраиваются отношения, если они были налажены, и, так сказать, почему бы нет. То, что дотация идет, конечно, она если там достигала 250 миллионов у нас порой в год. Было такое, да? Было, было, да. Сейчас вроде бы и 30, и 50. Ну, вы знаете, дотация, дотация, но если регион, насколько он может помогать, второй, насколько эффективно эти средства используются. Вот у нас же, например, было решение принято, не знаю, как оно сейчас, дотации шли на перелеты внутри нашего федерального округа. По ФО, да? Да. Потому что приходилось, ну, во-первых, люди, во-вторых, контакты там и экономические, и чистые бытовые. Ну, проект региональных перевозок, мы знаем, у нас есть такие города в округе нашем федеральном, до которых и на машине долго ехать, да, и поезд не ходят, не все ездят за рулем. Поэтому здесь, для того, чтобы поддерживать, и проживание здесь было бы комфортным, чтобы люди не чувствовали этой оторванности, это одно дело. и надо смотреть, насколько это эффективно используется, и кому помогают, кто летит. Предположим, если это, ну, будем, не знаю, вот я тоже, когда сюда добиралась, вот об этом думала, как какую-то дифференциацию провести, да, и понимать, это ты лежишь, летишь по необходимости какой-то производственной, и так далее, твои там командировки связанные, да, тут, наверное, предприятие вполне полномочное платить, и, так сказать, за полную, так, и в то же время, у нас есть льготы там на налечение, или семья там на отдых как-то едет, какой достаток у них, предположим, да, чтобы они могли, это группа детей, которые на отдых летят там, в санаторию. Но это не совсем, Марина Сергеевна, дотация аэропорта, мне кажется, это все-таки, вот дотация, наверное, на льготников каких-то. А вот тут надо понимать, через какой поток пойдут эти средства, вот о чем. А если на содержание, вот непосредственно на содержание, на развитие, на апгрейд, так сказать, вот здания вокзала, потому что оно тоже у нас непривлекательное, не всем нравится, говорят. Ну, знаете, когда у нас... На строительство парковки, еще что-то, вот на такие вещи. Как избивать клумбу в середине, значит, это там считать главной задачей, это тоже вопрос возникал. Поэтому содержание, возьмите на контроль, как используется. Во-первых, я всегда начинаю с бизнес-плана. То есть, бюджетные деньги, в разумных пределах укладывать можно, но должен быть контроль и эффективное использование. Не столько даже контроль, а первоначально бизнес-план. Потому что я, например, вот прихожу и говорю, вы знаете, мне, пожалуй, надо миллионов десять, вот я хочу. А что ты хочешь? А для чего ты это хочешь? То есть, у тебя всегда должно быть обосновано, почему это необходимо, именно на бюджетные деньги у тебя аппетит. А когда ты не можешь доказать и только предполагаешь, и, так сказать, идешь, ну, извините, это не вопрос для экономиста. Еще один вопрос, вот коротенький, по Победилову, насколько я помню, министра транспорта, Поршнев, говорил как-то о том, что Победилову это такая вечная история. То есть, этот аэропорт всегда останется неокупаемым и всегда будет требовать какой-то поддержки из бюджета. Вы с ним согласны или нет? Нет, не согласна. Не согласна. То есть, вы считаете, что аэропорт... Нужно быть очень грамотным, эффективным руководителем, чтобы понять, когда перед собой ставится задача, что ты должен быть вот самоокупаемым, как и говорил Ждан, вот это было очень четко все расписано, доказано на каких, почему, получается, на самоокупаемость выходит предприятие. А так как безнадега, ну, ребята, ну, что вы с меня спрашиваете, ну, вы же знаете, что это безнадега. Ну, тогда, знаете, в общем, зачем жить можно сразу, крашу в глоб, так сказать, кладут и все, до свидания. Завернуться в простынку и вот в сторону кладущей тихоньку. Я считаю, сдаваться вот так нельзя. Надо очень все-таки подходить и искать пути решения этой проблемы. Еще одна тема, тоже связанная отчасти с областью, но она такая, вопрос будущего, я бы сказала, да. Законодательное собрание на прошлой неделе поддержало проект, законопроект о реновации жилья в регионах. Это такая старая история, она началась вскоре после того, как заговорили о реновации в Москве и проводилось много опросов и говорили, в том числе москвичи, что считают более необходимо проводить реновацию жилья в региональных каких-то городах, где действительно не очень хорошего качества дома, а в Москве сносят, как мы знаем, новые. Ну и люди знают наши, что такое реновация, сносится один дом, на его месте там строится через какое-то время новый, благоустроенные территории и прочее, прочее. Жители из этого дома переселяют где-то по соседству, так должно быть, в идеале. Вот вам, как кажется, плюсы и минусы такого закона, потому что если законопроект о реновации жилья в регионах утвердят на уровне Государственной Думы, его начнут в регионах потихонечку внедрять. Но при этом регион, каждый регион, должен будет найти средства на проведение реновации, это значит, нам из нашего не самого обширного бюджета надо будет еще где-то вот, ну, найти какие-то деньги. Вы знаете, для меня это, например, вопрос настолько ясен, то есть тот, кто хочет хорошую получить прибыль в центре города, да, хорошо продать, построить там пентхаузы, там, бог знает что, чтобы потом на этом получить хорошую прибыль. Вот это кощунственно сегодня поднимать или принимать такой проект на федеральном уровне. А почему? Объясню. Когда у нас такое количество аварийного жилья в нашем регионе, я уже не говорю про районы области, он в Кирс, там, куда еще выезжают это и так дальше, там можно в лесной и так далее, домишечки, которые были построены или, извините, туалеты на улице еще у некоторых до сих пор. Здесь-то, я так поняла, как раз речь идет в том числе и об аварийном жилье тоже, нет? А не надо путать. А, то есть не надо две программы об одном и том же. Конечно, аварийное у нас, к сожалению, жилье, которое признается аварийным, оно, так сказать, должно там в срок немедленно сноситься. Но оно не сносится, Марина Сергеевна, вы же знаете, что люди годами ждут. Нет, там не только, значит, это аварийное, там есть другое. Износ дома там превышает предельную, но его не признают аварийным, потому что по аварийным там жесткие как бы, они тоже нарушаются, но есть немедленно там их снос и переселение. А вот дома, которые признаются там с износом уже запредельным, но не признаются аварийными, и люди продолжают в них жить. Поэтому, а почему? Потому что, если его признают аварийным, надо куда-то девать, а у муниципалитетов нет денег и некуда переселять. Поэтому вот эта хитрость, она еще, к сожалению, с некоторых советских времен шла. Дом тянули, не признавая аварийным, потому что, ну, некуда было пока людей расселять. Так вот, я считаю кощунственно, пока мы не решим проблему и четко не поставим границу, что вот дом признан аварийным, решайте их проблему. Вот решим проблему с аварийными домами, а там будут подходить и следующие, да, сумеете эту проблему решить? Давайте ареноваться, там еще о чем-то говорить. Потому что те, кто живет сегодня вот в двухэтажных домишках, они не самые там комфортабельные и так далее, они, конечно, будут сказать, давайте нас сносить и все. А те, которые живут в полубараках, еще в деревянных домах, которые в Кирове есть, они скажут, а нас-то опять забыли? Потому что деньги нам никто не будет валить, это регионально, одни и те же деньги из одного и того же кармана. Поэтому я считаю, это просто цинично сегодня говорить о реновации вот в таком виде и свалить все вместе. Реновацию, так сказать, дома, которые вот не очень и аварийные, там и прочее. Нельзя это делать. Решите одну проблему, беритесь в другую. Это реновация. Ну и вот про ветхие домишки уж коль заговорили, я все-таки не могу вас не спросить. После завтра к нам приезжает Алексей Миллер, председатель правления «Газпрома», приезжает открывать легкоатлетический манеж в Вересниках, объект, который вызывал много вопросов, много нареканий и прочее, прочее, прочее. И относительно этого объекта и того, что будет вокруг него, много планов. Чуть ли не спортивный кластер собираются построить в Вересниках, то есть тоже там постепенно, снося вот эти вот страшные деревяшечки, которые там стоят, да, и строят что-то более приличное. Кто-то рад, кто-то поддерживает, кто-то говорит, что не надо, потому что выезда из Вересников всего два, даже если построят третий через улицу Милицейскую, он все равно будет выходить на загруженную улицу Ленина, и мы получим только дополнительные проблемы. Вам, как кажется, надо развивать вот Вересники, если да, то куда? Куда и как? Я спросила тех, кто там живет, тех, кто там работает. Будут ли они пользоваться? Манежи? Нет? Нет? О чем? Вы знаете, они вот меня спросили, говорят, ну понятно, вот уже морозится, вот уже все, а почему бы где-нибудь так в конце апреля или в мае не пригласить Миллера и посмотреть, как там дороги будут залиты? На лодочке, Миллер на лодочке. Вот понимаете, люди, которые там живут, дорога, мы ведь уже имели печальный опыт, имеем, Новая Сергеева, которая вот если потратит, кто туда вдруг решил, ну лет 20 ничего не было, но это не значит, для того, чтобы строить в таких зонах затопляемых, там берутся, по-моему, сто лет и определяется, в каких строится дамба, строится, поднимается и так далее. И то, что в Вересниках поставили, ведь весной там уже были проблемки, когда переливало, так сказать, там дорогу и эти вопросы возникали. Само это строки, они не коснулись эти проблемы, но это ведь тоже вопрос времени. А к ней подлежать дорога-то была залита, вот подойти там и так далее, понимаете, те, кто... Там можно клуб по гребле открыть. О, ну видите, как может быть, но это вот первое, то, что это должно быть, во-первых, не подтопляя, я имею в виду, настолько безопасно, не то, что будет там фундамент подмываться или нет, это должны специалисты уже давать ответ, да, но мы имеем уже опыт, когда вот хочется, поставили на Вагиреево, и что мы сейчас имеем, что там подвалы и так далее, это примерно вот зоны-то похожие, поэтому второе, там транспортные и так далее, я почитала, что там будут, ну, международные там какие-то гостиницы и так далее, вот если те, кто там живет и так далее, но мы это делаем для международного привлечения, потому что, вот представьте... Но речь-то идет о том, чтобы в дальнейшем все-таки, я так понимаю, застроить вересняки более-менее нормальным жильем, то есть убрать вот все эти деревяшки... Надо послушать гидрогеологов и сказать, насколько реально, насколько, будем говорить, безопасно, эффективно и вложение стоит, потому что это можно поднять там на сваях и так далее, да, это все, может быть, это и будет удобно, но на сегодняшний день каких это вложений стоит, чтобы обеспечить безопасность этих строительных и использование этих объектов. Вот сейчас вопросов возникает очень много, и вот народ уже, так сказать, анекдотно Миллера, вот вы сами сказали, да, на лодочке катался бы в апреле, а сейчас подморозит и, так сказать, вроде бы все хорошо, все сделано. Не будем загадывать, но вот в этом ответ гидрогеологи, ну, все должны геологи, так сказать, наверное, ответ дать, и кто проекты вот предлагал это, там же раньше ипподром был, одно дело, когда там лошадки, так сказать, еще какой-то период, а если это же нагрузка на грунт и где-то идет, ну, это специалисты, я не могу тут предполагать, и они должны дать ответ. По вашей оценке, вот только коротко, прямо 20 секунд буквально, если дадут положительный ответ, сколько времени займет преобразование района, там, нашими темпами кировскими? Преобразование? Ну, да, преобразование вересняков, а что-то более приятное глазу. Мы уже имеем, пожалуйста, терраспорт, который влезли, да, ко дворцу, и сколько это уже тянется? Понятно. Марина Сазонтова в нашей студии, первый секретарь Кировского горкома КПРФ, в прошлом депутат Законодательного собрания Кировской городской думы. Марина Сергеевна, благодарю за эфир. До свидания, время заканчивается. Всего доброго, до свидания. Особое мнение на 101FM